А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 816 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. Путин, находясь с визитом в Пекине и отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Москва, то есть он не примет идею Эммануэля Макрона об Олимпийском перемирии. То есть во время Олимпиады, которая вот-вот начнется летом, этим летом в Париже, Путин прекращать бомбардировок Украины не собирается. Вот такой он кровожадный российский диктатор-маньяк. А этой ночью добрые украинские дроны атаковали Краснодарский край. Они летели, летели и летели. А русская ПВО их не видела, не видела и не видела. По сообщению пропагандистских каналов, в Краснодарский край этой ночью прилетело более 60 дронов Кабикадзе. Они просочились сквозь российское эшелонированное ПВО и беспрепятственно прибыли в гости к оккупантам на важные объекты в Краснодарском крае. В Славянске на Кубани прогремели взрывы и начался пожар на местном НПЗ. Наконец-то проснулась российское ПВО. Также были слышны выстрелы с автоматов и пулеметов. Все то же самое происходило и на аэродроме Кущевский в Краснодарском крае. Прилеты, взрывы, пожары, все как любят оккупанты. Также на Севастополь и Симферополь сегодня ночью устремились наши несбиваемые ракеты Атакамс. Слышны взрывы. И летела оплеуха в русскую челюсть. Россия повержена и стоит на коленях. Сегодня ночью наш непобедимый чемпион Александр Усик вырвал победу у приверженца русского мира Тайсона Фьори. И стал абсолютным чемпионом мира впервые за 25 лет. Забрав все чемпионские возможные ПСа. Ура! Ура! А потери россиян на фронте в Украине остаются катастрофическими. И за последние сутки еще 1210 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и здоровыми. А всего же 24 февраля 22 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано 492 290 российских захватчиков. Продолжение следует...